Мне хотелось бы услышать и кое-что сказать по поводу вещей, которые были важны для меня, важны для нашей студии. Важны не в том плане, что, понимаете, ах, классный фильм, вот как Махму помнят, или как девочку помнят. Нет, это может быть для зрителей и не, как говорят, ну реанимедия, но не на 5 с плюсом, это так, что-то такое, нормально проходное, а может быть даже спорное. Нормально проходным, может даже спорным для зрителей была Ева, был Евангелион. Но, сколько я прочитал разных отзывов, я хочу сказать, что для нас, для нашей студии, озвучка Евангелиона, дубляж Евангелиона, это, я считаю, был настоящей победой. Просто победой. Просто вот, я помню, Артем, по-моему, когда мы первый раз его отсмотрели, вот, не даст соврать, Артем посмотрел, говорит, ну, блин, фильм о жизни вообще. Вообще. Вот, было такое ощущение, потому что, когда эта картина попала ко мне в руки, я посмотрел, я просто был немножко в шоке, потому что перед этим я, ну, всю тему Евангелионскую, это я же просмотрел, все пролистал это. Я помню эти первые шесть серий сериала вообще, которые вот так держат и... А последние две? Ребят, после первых шести серий, да простят меня любители и фанаты Евы, после первых шести серий Евангелион сериал можно выключать. Не надо, и восьмая серия. Последние две. А, какой сериал? Сериал. Можно выключать, но тогда они Аску не увидят. Невозможно допустить. Ну, знаешь, Аску можно отдельным роликом пустить, что вот будет еще такой персонаж. Нет, ну, никто, конечно, не будет спорить, что первые, ну, шесть, восемь серий Евангелиона все-таки абсолютно шедеврально. Да. И мы их настолько нежно любим. Вот, и когда по этим восьми сериям появляется фильм, в котором вообще даже близко ничего нет из того, что было в этих восьми сериях, по душевному какому-то наполнению, по вот этой щемящей трепетной нотке такой, этого ничего нет. Остался один пафос, 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 пафос. А глядя на то, как это озвучивают актеры, которых пригласили туда спустя 15-25 лет, одни, тех же самых озвучивают практически то же самое. А ко мне то же самое. И они, бедные, вообще не знают, что там делать. Вот. И так же вот они знали, что делать с этим делом мы. Каким образом к этому подходить. То ли брать за основу сериал и пытаться то, что было в сериале, втиснуть в этот фильм. То ли взять вот и посмотреть. Ребят, вот нет, ни сериала, нет ничего. Вот есть фильм. Вот больше никто ничего не знает. Никакой памяти, никакого шлейфа, ничего не летит. Вот фильм, вот это надо сделать. И как бы с нуля. Вот. И подошли так. И получилось, что... Получилось то, что получилось. Хотя некоторые персонажи, конечно, немножко поменялись. Поменялась Мисата. Поменялся сам Синди. Тебя ползало не слышно, потому что ты вот так вот поделился. Да, так и так вот вообще слышно. Вот. Вот. Поменялся Синди. Синди. Вау. Потому что в фильме они были... Синди. А? Синди. 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 У меня нет акцента этого. Дурацкого. Не дурацкого, а я не знаю. Синди. Синди. Не надо поливанова держать, пожалуйста. Дэнни. Я спустил. Вот. Он вообще частый. И поэтому... Да. И поэтому мы попытались все-таки сделать не то, о чем помнили по сериалу. А мы попытались сделать то, что конкретно вот снято на этой ленте. Вот. И сюжет, история этого мальчика, и история всех остальных персонажей, которые там появляются, ровно настолько, насколько это есть в фильме. Вот. И если, конечно, кто-то там не услышал того, чего хотел, то, поверьте, там этого нету. Это вы просто помните по сериалу. Дальше идет совершенно неожиданная такая работа с инкаем «Ловцы». Работа. Вот. Совершенно неожиданная работа, потому что, посмотрев ее, я сразу подумал, опа, это что за прикол такой? А потом уже по мере дальнейшей работы я понял так. Ну вот, ну вот человек взял и, так сказать, ну почти что гениально сделал то, о чем вот, ну вот о чем мечтает. Вот там в песочнице игрался, вот в детстве смотрел фильмы Миядзаковские там. Вот. И вот так ему хотелось это все сделать. Вот он взял и сделал, но по-своему. Ну так немножечко поднасмеялся над этим, ну не поднасмеялся, а по-доброму так улыбнулся над этим, над всем. Вот теперь, значит, вопрос в том, а нам как быть? Как на... Он еще, там еще была одна добрая улыбочка. А улыбочка была, состояла в том, что он взял этот фильм на озвучку, а отдал на откуп Сею. Ну то есть, как обычно, такие киношные большие фильмы там приглашают все-таки профессиональных режиссеров и работают с актерами. Вот. А тут он, видимо, я точно этой истории не знаю, но скорее всего... Вот. И они ему там назвучили, ну как и положено, как и в телесериалах. Вот. Вот я смотрю прям, а-а-а, героиня заговорила кавайным няшным голосочком. Вот. Этот запухтел, как положено герою. Это все... Мы схватились за голову, чего будем делать? Вот. Ну, обычно стали подходить со своей традиционной, так сказать, русской театральной школы Станиславского. Вот. Ну и вроде как у нас ничего получилось. Вот. А посмотрев фильм этот, я подумал, а что тогда я буду изобретать велосипед? Если он так, ему нравился так Миядзаки, он там много этого всего использовал, почему я не буду использовать актеров, которые у меня в Миядзаке работали? Ха-ха-ха. 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 Я его это самое... зову Олега Бондаря и говорю, Олег, вот помнишь этого мальчика, это... Аситака? Аситака, да. Аситака, он говорит, ты еще не... Они же помнят. Вот. А тут говорю, вот смотри, мальчик-то похожий. Он... Да. Один и тот же. Мальчик-то похожий, но он просто немножко более неустойчивый, более психованный, нервный. Вот. И если Аситака точно знал, у него был стержень, то этот стержень свой еще только ищет. Все. Вот вся разница. Поехали, говорит, да вперед. Вот. И мы, значит, озвучили. Единственное, конечно, мне пришлось поискать главную героиню девочку. Потому что любимые мои актрисы разъезжаются как-то так по городам и весям. И сейчас ни Марии Бондаренко, ни Ольги Мацкевич, ни Риты Ивановой, их никого уже в Воронеже нет. Они кто в Питере, кто в Москве, кто в Вологде, и даже Марина Юрьева уже в Череповце. Вот. Поэтому надо каких-то новых воспитывать. И я поехал в нашу академию, зашел на первый курс, и первая же девчушка, которая подняла руку и представилась. Я думаю, о, вот это вот она и будет у нас Асуна. Вот. Это оказалась Катя Астридинова, которая сделала, на мой взгляд, очень хорошо, просто замечательно справилась с возложенной на нее, так сказать, задачей. Спасибо. Спасибо.